Добрый день, дорогие друзья! Президент Путин наконец-то решился сделать обращение к нации по поводу эпидемии коронавируса. Дорогие друзья, обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Ну, лучше поздно, чем никогда. Мы, конечно, ждали этого обращения чуть раньше, но, в общем, и на том спасибо. Теперь у нас все выглядит относительно прилично. Есть президент, и о гражданах он как бы не забывает, выступает с обращением, ну, совсем как западные лидеры. Внешне, ну, прям не отличишь. Это вообще особенность путинской системы. Внешне, формально, она как бы очень похожа на лучшие мировые образцы. Вот есть Конституционный суд. Выглядит, ну, просто очень прилично, как настоящий суд. Здание красивое, все в мантиях сидят. А потом читаешь заключение этого Конституционного суда про совершенно антиконституционные путинские поправки. И понимаешь, что фасад-то отсюда, а внутри обычный низкопробный бордель с пожилыми девочками. Ну, или возьмем ФСБ. Это вот прямо аналог американской ФБР. Бравые ребята, прекрасно тренированные, экипированные по последнему слову. А потом читаешь, как эти бравые ребята грабят банки, крышуют обнальщиков и понимаешь, да нет, в общем, совсем не ФБР. То же самое можно сказать про полицию, про следствие, про прокуратуру, про все правительство, в конце концов. И, к сожалению, то же самое можно сказать о выступлении Путина. Да, внешне не отличишь. Один в один западные образцы. Может, только лицо чуть более презрительное. Но как же отличается содержание? Вот мы вообще-то знаем Путина как человека, который всегда выполняет свои обещания. Вот он говорит, что пенсионный возраст никогда, слышите, никогда не будет повышен. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. А вот тут он рассказывает, что не будет менять под себя Конституцию. Я никогда не менял Конституцию. Не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Он вообще много обещает. И Португалию мы догнали и перегнали. И в пятерку мировых экономик вошли. И майские указы выполнили. Ну, вот просто как не скажет, так, ну, извините, собрет. К этому все привыкли. И поэтому комментарии под его выступлением, ну, вот такие. В отношении коронавируса все ведущие страны мира пошли, в конце концов, по одному пути. Это, во-первых, объявление продолжительного карантина, той или иной степени жесткости. А, во-вторых, поддержка тех граждан и секторов экономики, которые пострадают из-за карантина. В Британии, например, потерявшим доход из-за карантина будут выплачивать до 80% зарплаты в размере до 2,5 тысяч фунтов или 230 тысяч рублей в месяц. Германия выделяет 50 миллиардов евро на поддержку самозаймных. Арендаторы будут защищены государством от потери квартир даже при наличии задолженности по аренде. В США меры по поддержке экономики оцениваются в 2 триллиона долларов. 2 триллиона. Если перевести это в рубли, то я такую цифру даже сразу не выговорю. А что делает Путин? Объявляет 10-дневные оплачиваемые выходные. Объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Сами посмотрите, что делают люди на карантине, сидя дома и не контактируют с окружающими. А что люди делают на длинных выходных? Правильно гуляют, ходят в гости, в кино и по магазинам. Это вот точно борьба с коронавирусом. Потому что выглядит-то ровно наоборот. Ну вот хорошо, в Москве Собянин, он по сути ввел карантин, а не в Москве. Люди получили 10-дневный отпуск. Но нет карантина. Вот вы серьезно? Давайте теперь посмотрим на эти длинные выходные под другим углом. В соответствии с заявлением Путина, это оплачиваемые выходные. С сохранением заработной платы. А кто платить-то будет? За чей счет этот банкет? У нас в стране миллионы людей работают в частном бизнесе. И сейчас этому бизнесу предложено оплачивать путинские широкие жесты. Ведь речи о том, чтобы возместить эти издержки из бюджета, не идет. То есть наш гарант теперь уже не Конституция, неизвестно чего, перераспушил, наобещал всем плюшек, а расплачиваться пускай бизнес будет. И ведь речь идет про некрупный бизнес в основном, который и так наладан дышит с таким-то курсом на состоянии экономики. Но может быть Путин в чем-то другом пообещал помочь? Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Продлеваются автоматически? В этом помощь? Это ведь просто все осталось, как было. А в чем помощь-то? Да. Напомню, 2 триллиона долларов, цена которую заплатят США, чтобы помочь экономике и людям. А тут все будет по-прежнему. Просто можно будет не заходить лично для продления льгот. Щедро. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Обалдеть. Было 8 тысяч, стало 12. А ничего, что курс был 60, а стал 80. А значит, вообще ничего не изменилось. В чем помощь-то? И так у Путина во всем. Вместо налоговых каникул отсрочка. Вместо прямой поддержки облегченная процедура банкротства. Особняком стоит повышение налогов. Повышаются налоги на дивиденды и на доход от банковских вкладов. Это вообще какая-то карикатура. В выступлении о якобы поддержке экономики в условиях эпидемии заявить о повышении налогов. Я даже не хочу обсуждать. Вот надо это в принципе или не надо? Вопрос, при чем здесь повышение налогов и борьба с эпидемией? Это вот как под бесланскую трагедию выборы у губернатов отменили. У всех беда, а эти вот, ребята, мелочь по карманам тырят. Вот коронавирус, я думаю, просто охренеет от такой борьбы с ним. Путинские меры – это не помощь людям. Это раздача плюшек за чужой счет. Деньги от банкротного бизнеса и нищих региональных бюджетов вам предлагается получить. Типа ждите. В принципе, федеральный бюджет-то выделяет людям копейки, причем у них же отнятые копейки через курс. Неприятные карантинные меры? Пусть Собянины озвучивают, а царек только как бы про блага, про каникулы. Впрочем, есть то, ради чего весь разговор. Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу принципиальному, ключевому для нашей страны. Вот здесь видно, что ему действительно не все равно. Вот этот вопрос его действительно заботит. Ради этого и было все обращение к нации. Вирус, эпидемия, здоровье, жизнь людей – это все ерунда. Вот вопрос обнуления – это действительно важно. Он хотел прогнать всю эту историю с Конституцией по-быстрому. Проколосовать 22 апреля, затащить западников на 9 мая и воцариться до 1936 года. Не получилось. Западники уже не приедут. А тут еще оппозиции общества заняли достаточно жесткую позицию по голосованию в разгар эпидемии. Приходится переносить. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Путин растерян. Он не знает, что делать. Он не готов к кризисам. Он не понимает, как с ними справляться. Он считал, что он хорошо выглядит в роли отца нации. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан. Ну, ему уже никто не верит. После новостей об американской программе поддержки экономики фондовый рынок в Америке вырос на 10%. После выступления Путина о мерах поддержки граждан рубль упал еще немного. Репутация Путина поистрепалась. Он давно уже абуза для своей страны. Если он хочет по-настоящему поддержать нацию и экономику в трудный час, то лучшее, что он может сделать – это уйти и дать дорогу новому молодому поколению. Это как раз и можно сделать в телеобращении к нации. Уверен, комментарии будут гораздо лучше. Счастливо вам! Берегите себя!